Современная наука уже доказала, что магнитное поле Земли влияет на живые организмы. Установлено также, что живые существа не только воспринимают электромагнитные потоки, но и генерируют собственные. В отличие от других физиологических действий, человек может не чувствовать влияние магнитного поля. Однако организм все же реагирует на него. В первую очередь, функциональным изменением нервной, сердечно-сосудистой системы и мозговой деятельности. Психиатр уже давно прослеживает связь между всплесками интенсивности магнитного поля Земли и обострением психических заболеваний. Ведущий психиатр Колумбийского университета США Келли Позня отмечает, что наиболее вероятное объяснение факта честной зависимости между психологическими отклонениями у людей и геомагнитными бурями является то, что происходит, рассудно сомненность циркатных ритмов организма и сбой выработки мелатонина, основного гормона эпифеза, отвечающего за регуляцию суточных ритмов. В свое время, отечественный биофизик Александр Тишевский на основе многочисленных статистических данных указывал на серьезность взаимодействия геомагнитных состояний здоровья человека. Такие бури, по мнению ученого, являются виновниками вспышек и введения чумы, холеры, тефтерии, гриппа, менингита и даже возвратного тифа. В Ереванском медицинском институте изучили влияние возмущенного магнитного поля на уровень заболеваемости инфаркта миокарда. Заболевания удобны для средней тем, что можно четко определить время начала его возникновения, а затем соотнести данные с временем начала магнитных бури. Северния показали, что в день прохождения магнитной бури и в течение ближайших двух дней возросло количество обращений людей с сердечно-сосудистыми проблемами, также число с летальным исходом. Многочисленные исследования показывают, что геомагнитная активность влияет также и на кровеносную систему. Даже при бурых средней интенсивности свертываемость крови увеличится примерно в два раза. Возрастает скорость оседания эритроцитов, что приводит к риску тромбообразования. Доктор биологических наук Петр Василик обнаружил, что в периоды усиления магнитного поля Земли рост человека замедлялся. Но сейчас человечество переживает период спада активности магнитного поля планеты. И, соответственно, этим Василик хочет объяснить наблюдаемую сегодня акселерацию. По мнению японского ученого и врача Киочи Нагакавы, слабейшая геомагнитная активность является причиной многих расстройств. Плохого сна, потеря аппетита, снижение иммунитета, склонность к частым заболеваниям, болезням суставов, кожи, мочеполовой системы, нервозности и общей слабости. Теория Нагакавы получила название «синдром дефицита магнитного поля». Впрочем, дефицит магнитного поля может быть вызван искусственно. Например, в космическом корабле или в подводной лодке создается эффект экранирования магнитного поля. У людей, попавших в такие условия, на длительное время обнаруживали значительные нарушения функциональных показателей. Наблюдалось снижение обмена веществ и уменьшение общего количества лейкоцитов в крови. А также появились призвестники различных заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok